В Евангелии говорится, когда распяли Иисуса Христа, то на второй день Мария и Магдалена несли к нему живую воду для исцеления. Значит, еще тогда существовала чудодейственная вода. Да, в природе есть такая вода. Первый раз она бывает на крещении 19 января с 0 часов до 3 часов утра. Но это мертвая вода. Ее следует набрать, желательно из источников стеклянную посуду. Эта вода имеет способность убивать в организме все, что ему мешает. Второй раз в году вода имеет целебную силу в Купальскую ночь с 6 на 7 июня, также с 0 часов до 3 часов, набирать из источников стеклянную посуду. Это живая вода. Когда заболеете, выпейте мертвой воды, почувствуете слабость. Но затем выпейте живой воды, и вам станет лучше. В ночь на Ивана Купалу, и огонь имеет очищающую силу. Исчезают многие болезни, особенно гинекологические. Нужно 3 раза перепрыгнуть через огонь, если вы принимаете участие в этом народном празднике. Псориаз или чешуйчатый лишай. Сыкл лечения 6 дней. Перед лечением тщательно помыть с мылом, пораженные места пропарить с максимально терпимой температурой, или сделать горячий компресс. Затем пораженные места обильно смочить подогретой мертвой водой, и через 8-10 минут начинать смачивать живой водой. Далее, весь цикл лечения, то есть всего 6 дней, надо по 5-8 раз в день смачивать пораженные места только живой водой, без предварительного мытья, пропаривания и обработки мертвой водой. Кроме того, в первые 3 дня лечения нужно пить перед едой по полстакана мертвой еды, а в 4-й, 5-й и 6-й день по полстакана живой. После первого цикла лечения делается недельный перерыв, а затем цикл повторяется несколько раз до выздоровления. Если в процессе лечения кожа сильно высыхает, трескается и болит, то можно несколько раз смочить ее мертвой водой. Динамика выздоровления. На 4-й, 5-й день лечения пораженные участки кожи начинают очищаться, появляются чистые розоватые участки кожи и постепенно лишай исчезает совсем. Обычно хватает трех циклов лечения. Следует избегать курения, употребления алкоголя, острой и копченой пищи, стараться не нервничать. Экзема или лишай. Перед лечением пораженные места пропарить, после этого смочить мертвой водой и дать высохнуть. Далее по 4-5 раз в день смачивать только живой водой. На ночь выпить полстакана живой воды. Курс лечения 1 неделя. Пораженные места заживает в течение 4-5 дней. Грибок. Пораженные грибком места сначала тщательно вымыть горячей водой с хозяйственным мылом. Насухо вытереть и смочить мертвой водой. В течение суток смачивать мертвой водой 5-6 раз и давать просохнуть, не вытирая. Носки и полотенца выстирать и вымочить в мертвой воде. Аналогично можно один раз продезинфицировать обувь, залить в нее мертвую воду и выдержать 20 минут. Грибок исчезает в течение 4-х дней. Иногда процедуру надо повторить. Запах ног. Вымыть ноги теплой водой с мылом. Насухо вытереть и смочить мертвой водой. Дать просохнуть, не вытирая. Через 8-10 минут смочить ноги живой водой и не вытирая дать обсохнуть. Процедуру повторять 2-3 дня. Дополнительно можно обработать носки и обувь мертвой водой. В результате таких процедур неприятный запах исчезает. Удаление омертвевшей кожи со ступней ног. Пропарить ноги в горячей мыльной воде в течение 35-40 минут и обмыть теплой водой. После этого смочить ноги теплой мертвой водой и через 15-20 минут осторожно снять слой омертвершей кожи. Затем помыть ноги теплой живой водой и дать высохнуть, не вытирая. Эту процедуру необходимо периодически повторять. Мертвая кожа постепенно отслаивается. Кожа ступней смягчается и трещины заживает. Ожоги. Осторожно обработать обожженные места мертвой водой. Через 4-5 минут смочить их живой водой и потом продолжать смачивать только живой водой. Пузыри стараться не прокалывать. Если пузыри все же порвались или появился гной, обработку начинать мертвой водой, потом живой. Ожоги затягиваются и заживают за 3-5 дней. При порезах, ссадинах, царапинах помыть руку мертвой водой. Затем приложить к ней тампон, пропитанный живой водой, и забинтовать. Лечение продолжать уже живой водой. При появлении гноя вновь обработать рану мертвой водой. Рана затягивается в течение 2-х дней. При диатезе все высыпания при пухлости смочить мертвой водой. И сделать компрессы с живой водой по 10 минут. Процедуру повторять 3-4 раза в день. Пораженные места заживают уже через 3 дня. При угревой сыпи, повышенном шелушении кожи, прыщах на лице, утром и вечером, после умывания, 2-3 раза, с 1-2-минутным интервалом, промыть лицо и шею с живой водой. И дать просохнуть, не вытирая. На сморщенную кожу сделать компрессы на 15-20 минут. В этом случае живую воду следует слегка подогреть. Если кожа сухая, то сначала ее надо промыть мертвой водой. Спустя 8-10 минут сделать вышеуказанные процедуры. Раз в неделю необходимо протереть лицо таким раствором. Полстакана живой воды, полстакана столовой ложки соли, полстакана чайной ложки соды. И спустя 2 минуты промыть лицо живой водой. Кожа разглаживается, становится мягче, затягиваются мелкие ссадины и порезы, пропадают прыщи и прекращается шелушение. А еще при длительном применении морщины практически исчезают. При конъюнктивите или ячмене пораженные места промыть теплой водой. Затем обработать подогретой мертвой водой и дать просохнуть, не вытирая. Затем 2-4-5 раз в сутки делать компрессы с подогретой живой водой. На ночь выпить полстакана живой воды. Пораженные места заживают уже через 2-3 дня. При раздражениях кожи после бритья несколько раз смочить кожу живой водой и дать просохнуть, не вытирая. Если есть порезы, приложить к ним тампон с живой водой на 5-7 минут. Для ухода за волосами раз в неделю после мытья головы вытереть волосы и смочить подогретой мертвой водой. Через 8-10 минут тщательно промыть волосы теплой живой водой и не вытирая дать высохнуть. В течение всей недели по вечерам втирать теплую живую воду в кожу головы в течение 1-2 минут. Курс лечения 1 месяц. Для мытья головы можно использовать детское мыло, либо желтковый неконцентрированный шампунь. Можно после мытья головы ополаскивать волосы отваром из молодых березовых листьев или из листьев крапивы. И лишь затем через 15-20 минут применять активированную живую воду. Курс лечения лучше проводить весной. Волосы становятся мягче, исчезает перхоть, заживают ссадины и расчесы, прекращается зуд и выпадение волос. Через 3-4 месяца регулярного ухода за волосами начинают отрастать новые волосы. Для профилактики бессонницы и от повышенной раздражительности на ночь выпить полстакана мертвой воды в течение 2-3 дней за 30-40 минут до еды. Продолжать пить мертвую воду в той же дозировке. Острую жирную и мясную пищу в этот период исключить. При таком лечении улучшается сон и снижается раздражительность. Редактор субтитров А.Семкин